Еще одна юбилейная дата, о которой мы обещали рассказать. На этой неделе 100 лет отметила спортивное общество «Динамо». О том, как бело-голубая энергия покорила весь мир, расскажет наш обозреватель Анна Деркач. Динамо «Динамо» Практически из нее состоит. 80 видов спорта, триумфальные победы и лучшие спортсмены в истории. Это все «Динамо». Единственная общероссийская спортивная организация, чьи представительства есть во всех регионах страны. В крупной Самаре и маленькой Бугульме в двух тысячах секций тренируется почти полтора миллиона человек. На счету бело-голубых почти две тысячи олимпийских медалей. Больше 700 из них – высшие пробы. 1923 год. В молодой стране Советов реорганизация спорта. Открывается первое пролетарское спортивное общество «Динамо». В переводе из греческого «Динамо» – это означало «сила». Давайте «Динамо». Признали «Динамо». Писатель Максим Горький придумал общество-слоган «Сила в движении». Позже с развитием массового спорта в названии появилась и знаменитая аббревиатура «ДСО». Добровольное спортивное общество – это такой нацпроект 30-х годов прошлого века. Государственная программа по развитию массовой физической культуры, спорта и туризма. Чтобы люди после тяжелой смены шли не в пивную, а на стадион, на всех предприятиях, в колхозах и совхозах открывались спортивные кружки и секции. Ведь стране нужны граждане здоровые, готовые к труду и обороне. Вы из какого общества, ребята? Трудовый лидер. А что «Динамо» бежит? Все бегут. Триумф красоты, силы и ловкости. В 30-х динамовцы – постоянные участники парада физкультурников. Праздник спорта объединял тысячи взрослых и детей. Секции «Юный динамовец» появились в стране в 34-м. У них был свой устав, знамя, нагрудный значок. Но главное – подрастающее поколение было под присмотром. Мне было 5 лет, меня негде было оставить. И отец, чтобы я не бродил по улице где-то, приводил сюда на стадион. И вот здесь ребята занимались. Я бегал, играл здесь. Вот так и увлекся тяжелой атлетикой. Хочешь новенький автомобиль? Вступи в общество «Динамо», сдай нормы ГТО и получи бесплатный лотерейный билет. Так до войны в спортивное общество заманивали граждан. Первоначально «Динамо» создавалось для сотрудников главного политического управления при НКВД СССР. А на силовиков страна денег не жалела. Тренеров и спортсменов стимулировали квартирами, машинами, путевками в санатории. Спортивная медицина – заслуга белоголубых. До них даже такого понятия в стране не существовало. «Динамо» создает собственную программу реабилитации атлетов, лечебную гимнастику, режим оптимальных нагрузок и питания. В каждом республиканском или областном, краевом совете «Динамо» обязательно был структурный диспансер. «Динамо» всегда предлагала новые методики, новые методики развития и, как следствие, победные результаты. Только у «Динамо» были собственные заводы по производству спортивных товаров. В фирменных магазинах общество продавалось все – от трико и кроссовок до лыжных палок и тренажеров. Футболиста Александра Борисова попросили нарисовать для магазина вывеску. А когда встал вопрос о создании эмблемы, он решил скопировать с вывески первую букву «Д». Вот это первая эмблема. Здесь 11 предметов. Каждый предмет символизирует ту или иную секцию. Допустим, рапира – это фехтование, пропеллер – это аэроклуб, мяч – это футбол, баскетбол, волейбол и прочее. 11 предметов – это первичные, которые секции были созданы. Такое количество предметов на маленьком значке оказалось сложным для восприятия. Поэтому с 1926-го у общества новая эмблема – белый ромб с буквой «Д» внутри. В 1939 году в верхнем углу ромба появляется красная звезда. А после распада Советского Союза звезда исчезла. Воздушная тревога! За столетнюю историю «Динамовцы» сражались не только за медали и титулы, но и за собственную жизнь. Знаменитый матч смерти в 1942-м в оккупированном нацистами Киеве закончился разгромом немецкой команды. Через два дня советских футболистов арестовали по доносу. Все «Динамовцы» были офицерами НКВД. Троих казнили в концлагере. Кто-то из местных жителей бросил им кусок колбасы, но ее схватила собака-коменданта. И кто-то из толпы военнопленных пнул собаку ногой, об этом доложили коменданту. И вот в отместку он приказал расстрелять каждого третьего из той группы военнопленных, которые находились в данный момент в средском лагере. И поэтому из четырех футболистов киевского «Динамо» трое были уничтожены, расстреляны, в том числе вратарь Николай Трусевич и знаменитый нападающий Иван Кузьменко. Многие спортсмены общества отдали за отечество жизнь. Летом 41-го года на стадионе «Динамо» НКВД собирало отдельную мотострелковую бригаду особого назначения для разведки и диверсий в немецком тылу. К ней добровольно присоединились 800 «Динамовцев» – цвет советского спорта. Этот мальчик, если бы сейчас устроить соревнования по плаванию и по дырянию, то и фрейтор Мудряков занял бы первое место. В январе 42-го года группа из 27 спортсменов в кровопролитном бою у деревни Хлуднево уничтожила немецкий батальон в 400 человек. В живых осталось только пятеро «Динамовцев». Но враг не подошел к Москве. Уже после войны по модели «Белоголубых» стали открываться спортклубы во многих странах мира. Сегодня «Динамо» – это международное движение. «Динамо» – Самарканд, Зимбабве, Дрезден, Загреб, американский Хьюстон и венесуэльский Пуэрто. Эти клубы играют до сих пор. В советское время была такая поговорка. «Динамо» – это сила, «Динамо» – это класс, «Динамо» – это школа советского футбола. Очень было большое количество игроков, которые играли в «Динамовских» клубах. «Динамо» – Москва, «Динамо» – Киев, «Динамо» – Тбилиси и «Динамо» – Минск. Моё становление, как, я не знаю, как говорят там, или хорошего хоккеиста, или знаменитого хоккеиста, у меня началось здесь, в «Динамо» – Алматы. И попасть в эту команду мечтали очень многие в то время в Советском Союзе. Ну, это был как уникум какой-то. Чем и славилась «Динамо» – Алматы. Здесь не было разделения на молодого, на опытного, на заслуженного там игрока. Все жили одной семьей. Самые титулованные команды в Советском Союзе – обладатели Кубка Кубков – «Динамо» Киев и «Динамо» Тбилиси. Нападающий украинского клуба Игорь Биланов – самый быстрый футболист планеты. Грузинские «Динамовцы» – любинчики Лаврентия Павловича Берии – старались быть всегда на высоте. С 1939-го нарком лично курировал спортобщество. Фирменный стиль игры тбилисских «Динамовцев» – такой же символ республики, как Хачапури или Боржоми. Я и мои друзья сделали одно из самых больших дел, которое может кто-то сделать Грузией. То есть мы вынесли имя Грузии за границу и в очень большом масштабе. Грузинские «Динамовцы» – участники одной из самых ярких побед в истории баскетбола. В Олимпийском финале 1972 года сборная СССР вырвала победу у сборной США на последних секундах. По мотивам сняли фильм «Движение вверх». И сборная Советского Союза забивает мяч! Город Мельбурн в Австралии. Здесь проходили 16-е Олимпийские игры, выдающиеся спортивные события этого года. В 1956-м 283 советских спортсмена отправились в австралийский Мельбурн. На вторые в истории СССР Олимпийские игры. Спортсмены общества «Динамо» стали лидерами среди всех остальных спортивных обществ. Лидия Иванова тогда стала двукратной олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике. Золото завоевали динамовцы в академической гребле, пятиборье, стрельбе из винтовки, классической и вольной борьбе. А спортсменка рижского «Динамо» Инесси Йонзэми метнула копье почти на 54 метра, на 3 метра дальше предыдущего олимпийского рекорда. Из далекого Мельбурна советские олимпийцы месяц добирались до Москвы. Люди узнавали об этом по радио и выходили встречать чемпионов. Борода вот такая вот прямо по коле, ой, вот я здесь по пояс, сосулька где-то, он может и не очень глубокий дед, весь сосулька хаброший. И вот подходит и говорит, где Яшина увидеть? И он за 500 верст пришел, чтобы увидеть только Яшина, потрогать. Вы представляете, какая была бешеная любовь? Лев Яшин всего на 6 лет моложе общества, в котором стал главным символом на все времена. Он играл за молодежный коллектив завода, а потом за армейскую команду на срочной службе. Там его и приметил тренер «Динамо». Вот вы хоть сколько, меняйте строй, меняйте отношения, меняйте экономику. А Лев Яшин будет Львом Яшиным, который стал обладателем золотого мяча. Единственный в этой жизни вратарь стал обладателем золотого мяча. Лучший вратарь 20 века, олимпийский призер и чемпион Европы. Западные клубы готовы были перекупить Яшина за любые деньги, а на родине про него сочиняли песни. Да, сегодня я в ударе не иначе, надрываются в восторге москвичи, а я спокойно прерываю передачи и вытаскиваю мертвые мячи. На летней Олимпиаде 92-го года в Барселоне советские атлеты в последний раз выступили единой сборной. Объединенная команда СНГ заняла первое место в общем медальном зачете. После тех игр начался новый этап истории «Динамо» в каждой из независимых стран. По пять раз еще становился чемпионом Европы и мира. И было очень приятно видеть во время награждения, как поднимается флаг республики и слушать гимн Азербайджана. Это самые ценные эмоции для меня. И пережил я их, будучи представителем «Динамо». Это очень символично. До сих пор с теплотой вспоминаю те времена. «Динамовцы» и сегодня не теряют темп. Александр Овечкин претендует на звание лучшего хоккеиста планеты, если побьет достижение Уэйна Грецке, который за карьеру забил 894 шайбы. Александр Большунов на последней зимней Олимпиаде завоевал шесть олимпийских медалей. Это рекорд в истории российских и советских лыж. А паралимпийц из Беларуси Игорь Бокий в прошлом году привез из Токио три килограмма олимпийского золота, пять медалей высшей пробы и два обновленных рекорда. «200-комплексным плаванием. 8 лет я пытался что-то там изменить, но всегда около рядом был, а тут почти на целую секунду побил». За век существования «Динамо» в домашних коллекциях накопились тысячи медалей кубков. В честь юбилея кое-что решили сделать народным достоянием. Открыли музей в Москве. Фотографии, инвентарь и настоящие спортивные реликвии. Уникальные краги Аркадия Чернышова, золотой мяч Льва Яшина и диск Нины Думбадзе. На стене славы специально оставили место для будущих наград. Ведь «Динамо» – это история, которая продолжается сегодня.